Привет народ Ютуба! Получил посылку, как видите, вся измята. Здесь у нас находятся электронные компоненты, насыпом насыпали, 4 бакса заценили. Это у нас здесь блок питания, блок питания насыпом, как видите, только одна пупырка защищает. Посмотрим. Блок питания запитывается от 24 вольт, 3 ампера. Получается, надо сюда или импульсный блок питания или трансформатор. Что-то в этом роде. Плата. Плата, в принципе, неплохая. Здесь даже показано. 24 вольта под пальцами. На выходе мы получаем тоже 3 ампера почему-то от 0 до 30. Вот видите, от 0 до 30 вольт. тоже как-то не совсем понятно, но то ладно. Имеется у него защита от короткого замыкания, так как это будет у меня лабораторный блок питания. Естественно, короткие замыкания будут не исключение. Такой вот такая мощь стоять будет здесь. Электролит у нас 3300 на 50 вольт. Ну и так далее. Всякое барахло, барахлишко, радиатор. Уже с ногами можно в плату вставлять. Так, дальше у нас тут что? ЛК регулируемая. Вот она. Что тут еще интересное. Микорухи имеются. Разъемчик. Регулятор. Регулятор стандартный. 360. Ну, 350 градусов у него разворот. На 350 градусов разворот у него. И тут у нас 10 кВм. Ходит туго и плавно. Так, резистор 5 ватт, 47 Ом. 0,47 Ом точнее. Еще один. Тоже 10 кОм. Получается, один напряжение будет регулировать, другой ток будет регулировать. Имеется подсрочное сопротивление. Пока не знаю, до чего. Не вникал. Потом посмотрим. Диоды. Четыре штуки, да? Да, четыре штуки на диодный мост. Получается, мы переменку ставим. Если мы переменку будем ставить, ну, то есть, трансформатор. Если будем ставить трансформатор, на него будем подавать 24 вольта, то диодный мост, он немножко в совокупности с электролитическим конденсатором увеличивает напряжение. Ток не увеличивает, напряжение увеличивает. Ну, то ладно. Ну, вот, короче, такой мусор. Ну, скажем так, ребята, это только посылка. Я вот показал. Это, как говорится, затравка. Ну, и я постараюсь в ближайшее время все-таки собрать эту схему. Не знаю, Милан вряд ли появится в ближайшее время. Хотя, может быть, каникулы будут. Сейчас многие начинают болеть, поэтому школы позакрывали, сделали им каникулы. Ладно, пока я прощаюсь. Позднее под этим видео сделаю ссылку, как это все буду собирать, тестировать, испытывать и все такое. Ну, пока буду прощаться с вами. До новых встреч и всем удачи и пока!